друзья здравствуйте вот и наступила весна солнышко у нас сегодня очень яркое солнце сегодня у нас 4 марта и в это время у меня как раз начинают расцветать дендробиумы так как сейчас становится достаточно тепло в теплице у меня сейчас 31 градус потому что светит солнце вверх еще как бы я не накрыла поэтому достаточно жарко и они будут у меня цвести всего где-то дней 10 когда более прохладная температура не могут свести и две недели спокойно запах аромат просто потрясающе особенно вот этот дендробиум это дендробиум пьерарди у меня он года три не так давно но с каждым годом он увеличивается в размерах и цветет просто шапкой цветов вы можете заметить что листьев на нем нет когда он уже отращивает цветоносы перед закрытием перед раскрытием цветов за дней 5 я убираю все листья потому что они практически желтые во внутренней части не попробую заснять там внутри можете видите желтые листья и она просто некрасиво смотрится поэтому для эстетичности он и во время цветения если бы я оставила были бы желтые листья цветы достаточно некрасиво поэтому я их убираю он же листопадный цветет он охапкой цветы честно я не считала вот с другой стороны чем-то мне напоминает глицинию когда у нас цветет тот же цвет сиренево-белый вот такой красавец сидит она у меня смеси коры и мха сидит в корзине ну знаю неплохо тоже выращивают и в горшках ну как-то я посадила и он у меня сидит как довести до цветения когда вызревают туберы это происходит уже ближе к зиме и сокращается палец полив и понижается температура где-то на месяц потом уже ближе к весне он начинает просыпаться цветоносы и они растут растут и зацветает в принципе ничего сложного цветет у многих и в любых условиях здесь рядышком дендер тоже мне очень нравится они очень похожи с фирарди это дендробиум ладигези у него цветы более ароматные нет попробую повернуть его так как растение ну молодое поэтому цветок ков не так много но цветочки интересней тут просто губа и и лепестки губа однотонная хрустальная а здесь имеет желтое горло и тоже рюши маленький на губе вот она красавица очень ароматно вот само растение и здесь у меня крупный дендробиум это дендробиум пиндулум пиндулум имеет особенности внешние можно увидеть у него образуется на туберидиях как коленочки такие и эти коленочки являются пазухами цветоносов прошлом году мне мало цветков был об этом прям целая ветка выглядит очень красиво цветки крупные когда мало цветков он может цветки достигать 10 сантиметров а здесь сантиметров 5 нет наверное 6 и можно если на общем плане видеть что там более мелкие цветы здесь крупные дендробиум у меня не так много в основном природные виды либо дендробиум фаленопсисы они цветут дальше в теплице я их не достаю они у меня как украшение потому что они очень крупные и вот дендробиум фаленопсисы цветут месяца три поэтому даже не выставляю а тут интересно что она цветет они вернее дендро цветут недолго но очень необычно вот такой вот кратенький дальше покажу цветет фаленопсис много цветочков название не знаю потом здесь у меня бутоны котлей это котлея гибридная бирочку надо доставать я потом уже когда буду снимать когда расцветет на днях тогда я и покажу здесь меня для полива стоял бульбофилов фаленопсис вот такой уже вырос сизый лист имеет так сейчас вернемся покажу по бутонам что скоро ожидаем а да еще тут прелесть одна такая маленькая сохрошилась сохрошилась хертмане вот его цветочки чем-то напоминает фаленопсис ну по самому растению ванду фаленопсис распускается такие цветочки милые милые не похожие ни на кого на фоне руки очень красивый мне лично очень понравилось вот такой вот тут башмак будет свести липтотесы бикалоры много цветоносов здесь дориган афродита это уже целом показывала недавно здесь нечаянно обнаружила кратер тоже дориган вот он что еще а и будет цвести каждый год цветет бананы это котлея гейлормунд очень крупный цветок имеет но тоже скоро распустится все буду снимать вместе а там уже или каста на подходе простит рост и сразу растительные цветоносы и ванночка вот такой вот обзорчик дендробиумов и что скоро ожидается надеюсь было интересно посмотреть пока пока